В том числе высокая снос, скорость до 500 км в час. Еще четыре тестовых комплекса и несколько юнимобилей нового пятого поколения находятся на этапе строительства и сборки. В объемах Арабских Эмиратов, в городе Шаржи, уже осуществлена международная сертификация одного из решений ЮСТИ. Транспортно-инфраструктурный комплекс ЮСКАЙ в тропинском исполнении. В 2021 году введен в эксплуатацию и сертифицирован по международным нормативам КАНК-КОПЛЕКС в составе Рельсострудная эстакада, пассажирская технологическая станция, подвижной состав в тропическом исполнении, автоматическая система управления, включая диспетчерскую, инженерные сети и благоустройства, включая дороги. От компаний-разработчиков ЮСТИ в ЗАО «Стурной технологии» город Минск получены заказы на предпроектные работы в рамках ряда коммерческих проектов в нескольких странах мира. Хочется с гордостью отметить, что первые, наиболее трудные и значимые шаги в реализации отраслевообразующей технологии ЮСТИ совершены в России. Первый тестовый полигон для апробации транспортно-инфраструктурных решений ЮСТИ был построен в подмосковном городе Озеры в 2001 году. Испытания подтвердили жизнеспособность нового транспорта. В этот же период, в конце 90-х, начале 2000-х, в России были успешно реализованы два проекта ООН «Хабитат». Номер ФС РУС-98С-01 – устойчивое развитие населенных пунктов и улучшение их коммуникационной инфраструктуры с использованием струнной транспортной системы. И номер ФС РУС-02С-03 – обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и защиты окружающей среды с использованием струнной транспортной системы. Россия стала опорной площадкой струнных технологий не только ввиду национальной и культурной принадлежности ее автора, но и по причине необходимости воплощения инновационных идей в транспортно-инфраструктурной сфере для раскрытия колоссального потенциала этой самой большой страны в мире. Россия стала опорной площадкой струнной транспортной системы. У меня здесь дополнительно... Я открыл один экранчик, экран, специально, чтобы слушать и взаимодействовать по поводу звука. Так, всех приветствую в Ютьюбе. В Ютьюбе тоже уйдет у нас запись. Всех приветствую. Коллеги, вот кто... Сейчас выведу на экран. Для тех, кто... Вот сейчас смотрели видео, вышло новое видео. Это развитие северных и арктических территорий, проблемы и решения. Была великолепнейшая в Санкт-Петербурге встреча. И представлял ее представитель нашего ЮСТ пространства... Компании ЮСТ, я бы так сказал, да? И Евгений Петров. Евгений Петров руководит также отделом адресных проектов или отделом проектов, я вот так скажу. И он прекрасно, очень великолепно сделал там доклад, и это можно посмотреть на сайте юницкий.com, да? Этот сайт... Я сегодня, вы знаете, хотел бы уделить небольшое внимание вот этому сайту, пройтись по нему, потому что сайт новый. И на многие, на многие, на многие вопросы, которые поступают от наших коллег, от партнеров, от всевозможных бизнес-партнеров и всех тех, кто сейчас приходит и интересуется очень серьезно компанией, да? Я бы вот прошелся, и там очень много я нашел даже для себя интересного. И для того, чтобы сейчас включу экран, продемонстрируем экран и надеюсь, что сегодня... Да. Вот, смотрите, новый сайт, да, совершенно новый сайт, ust.incorporatedtransportsolution. Он на английском и на русском языке. Вот здесь с правой стороны можно в верхнем правом углу. Можно... Так. Слышно меня, да? Есть, да, звук есть. Буду слушать еще звук дополнительно. Очень много здесь всевозможных функций, и сайт настолько потрясающий, не только о транспортных решениях, да, не только о ключевых направлениях, то есть здесь и ключевые даже наши направления, городские, международный транзит через территории со сложным рельефом, грузовые перевозки. Но описано настолько подробно и настолько хорошо прописаны и проработаны все моменты, вот даже вы сейчас видите на экране затраты и сроки, да, стоимость строительства транспортно-инфраструктурного комплекса UST при равных условиях, там, и так далее, и так далее. Учитывая множество факторов влияние, учитывая множество факторов влияния на технико-экономические показатели, здесь тоже перечислены, да, стоимость строительства, стоимость транспортно-инфраструктурного комплекса, подвижной состав, проектно-изыскательские работы, ОПЕКС описан, да, и так далее. Дорожная карта прописана, вот все многие-многие-многие вопросы отпадут, коллеги, тем, кто посетит этот сайт, посмотрит его, изучит, как это, походит по нему, да, подвигается. Дорожная карта, технико-экономическое обоснование, как правило, 6 месяцев, именно в этом технико-экономическом обосновании или feasibility study, да, как раз и происходит расчет и стоимость строительства транспортно-инфраструктурного комплекса UST. И это можно только определить при проведении вот этого технико-экономического обоснования. 6 месяцев, дальше идет в подразделе сертификации, идет проектные работы 12-18 месяцев, но строительные работы и пусконаладочные работы 3-6 месяцев. Но здесь нужно иметь также понимание, что цифры сделаны максимальные для того, чтобы, ну, четко показать партнеру или клиенту временные рамки, за которые мы не можем выйти или в которые мы уложимся, я бы вот так сказал, да. Здесь в проектных работах, вот посмотрите, почему это все, вот сертификация, проектная работа, в раздел сертификации в таком квадратике вложены еще 3 основных квадрата, это проектные работы, строительные и пусконаладочные, потому что это все подразумевает вот этот единый комплекс внутри. Почему? Потому что с началом проектных работ и также могут начаться и строительство, да, проходить параллельно, то есть все эти три объекта могут проходить параллельно, потому что, поэтому этот вот, этот вот, именно эта дорожная карта, ее можно использовать как образец такой, как показать человеку, сколько времени необходимо и какие процессы происходят в тот, или иной период, да, пусконаладочные работы, строительные работы, проектные работы, все это в подраздел сертификация и, конечно, безоговорочная гарантия 24 месяца в конце вот стоит тоже такой, то есть потрясающий сайт и еще маленький такой, я нашел здесь, да, подраздел сотрудничества, то есть для продолжения сотрудничества вы можете сделать запрос, можете, то есть сделать, если вы же пожелаете быть сотрудником или, значит, работать или полностью сотрудничать с компанией каким-то тем или иным образом, значит, нажимаете на эту кнопочку и двигаетесь дальше. Значит, в транспортных решениях, посмотрите, очень хорошо прописаны городские международные перевозки, то есть настолько качественно подошли к этому разделу наши инженеры и айтишники, да, настоящие реальные фотографии сделаны со всех наших объектов, да, размещение актуальных задач и развитие городских агломераций, наши фотографии из экотехнопарка в Мариной горке, смотрите, дальше уровень мобильности описан, применение описано полностью, да, именно по всем параметрам расписаны все моменты, которые вот, ну, которые просто актуальны. И очень важный момент, я сегодня вот практически полдня хожу по этому сайту, изучая его, внимательно записываю страницы, на которые нужно уделить внимание, и вот здесь безопасность, видите, экологичность прописана, и все остальное, остальное узнаете больше о транспортных решениях, нажимая транзит через территории со сложным рельефом, грузовые перевозки и так далее и тому подобное. То есть очень много прописано и очень много фотографий именно наших, которые реальные фотографии, не 3D, а реальные фотографии нашего вида транспорта. Про технологию, да, именно стоит про технологию, то есть очень хороший подраздел, прописаны полностью все ключевые моменты, ключевые элементы технологии UST, да, преимущество, структура комплекса. Также описано стальное колесо, да, именно КПД, там отсутствие всевозможных, ну, в общем, преимущество полностью стальных колес, струнных рельс. Описана именно структура, колесо, головка, очень красиво, инженерно прочерчено, вот вы сейчас видите на экране, мне это нравится, такой разрез получается колеса и рельса, где четко показано на русском и на английском языке. Струнный рельс, его изгиб, его седла, опоры и все остальное, нагрузки положены хорошо, четко, посмотрите, как красиво, без лишних формул, без лишней информации, то есть четкое расположение и конструктивные особенности нашего рельса, прочерченные и в таком, в легкой форме, да, КПК, среднекапитальные затраты, видите, монорельсы, ЛТП, канатная дорога, автомобильная дорога, то есть мы здесь капитальные затраты показываем по сравнению с другими видами транспорта, это очень важно, кстати, это очень важно, потому что при каждой встрече обязательно, вот я сколько я не встречался, обязательно вторая сторона задает этот вопрос. А как вы по сравнению, ну в основном, конечно, все канатную дорогу и монорельс, монорельс, подземную метро не трогают, трамвай не трогают, высокоскоростной транспорт иногда затрагивает, но понимают, многие уже о нем знают и так далее. И очень хороший подраздел, я на нем вот прям обращаю ваше внимание, сравнение с другими видами транспорта, настолько хорошо прописана сравнительная линейка, вот это, да, полностью сравнительная линейка, капитальные затраты, все провозная способность, длина трассы, возможность поворота, срок службы и так далее, и так далее, очень хорошо, молодцы, мы просто великолепно прописали, великолепно, знаете, сделан сайт с настоящими нашими реальными фотографиями из экотехнопарка и из Мариной, из экотехнопарка в Мариной горке и из Шарже, струнно-рельсовые эстакады все прописаны наши, какие они, какие есть подразделы, вы знаете, можно прям вот этот сайт прям брать как отче наш, и при разговоре, при показе, при демонстрации, можно просто ходить по этому сайту, открывать тот или иной раздел, вот затрагивает вопрос, допустим, человек по электрической части, как происходит токопередача, мотор, колесо, рельс и так далее, и там подобное, здесь есть прописанные, значит, моменты, сколько, вот вы видите, даже вот строчка, все опорные узлы представляют собой, как силовые элементы, передают усилия предательному напряжению и вес подвижного состава, также есть и электрические изоляторы, и они рассчитаны на напряженность до 1000 вольт, и все это прописано, инфраструктура, что входит в терминалы, в терминалы входят станции, технические устройства, дальше идет техническая, зона технического обслуживания, комплекс, энергоснабжение, представляете, как четко, как классно и как последовательно, логически построена связь, то есть принципы работы, всевозможные составляющие, то есть четкая такая вымеренная работа, и я просто поражаюсь, молодцы ребята, молодцы айтишники, молодец, Анатолий Анатольевич и все остальные, кто проработал именно этот сайт, проработали все составляющие, и, конечно, очень важный тоже момент, вы знаете, они не забыли историю, не забыли историю, не забыли про команду, не забыли про конструкторское бюро и не забыли про карьеру. И вы знаете, история, еще прямо уделю на это внимание, именно в истории все фотографии, все снимки, всевозможные вещи, все реальные, полностью не 3D изображения, а все наши наработки, все, что мы наработали в это время, все полностью заложено в этом сайте. Вот история, кто помнит, те, кто уже с 2014-2015 года, помним, да, вот это именно этот юнибайк двухместный первый, который в 2016 году в ноябре именно дал старт, первые были пробные, именно стартовые испытания именно этого юнибайка, и потом этот юнибайк начал бороздить по всевозможным выставкам, и путь, вот видите здесь прям полностью, путь UST от первых анкерных опор к первым коммерческим проектам. И прям поэтапно, июнь 2015 года, что происходило, октябрь 2015 года, что происходило, ноябрь, что происходило, строительство первой анкерной опоры, февраль, установили все промежуточные опоры первой, дальше июнь 2016 года, установили промежуточные опоры по счету трассы ЭКО-15, помните промежуточных опор, да? Нет, это Г-образные опоры, их немножко побольше. Дальше июнь 2016 года, демонстрируем кузов первой модели юнибайка, помните какой-то демонстрировали кузов, когда мы уже кричали вау, июнь, это июнь 2016, постепенно, поэтапно, то есть шаг за шагом показывается, месяц за месяц, это знаете для чего, для того, чтобы логика у человека и именно у партнера фокус внимания не уходил вправо-влево, когда они говорят, ну что же мы так долго, ну что же мы так не можем, а здесь четко идет июнь, и идем мы до 22 года, август 2016 года, измерение ровности установки опор при помощи специальной лазер-оборудования. Сентябрь 2016 года, кто был на первой выставке Иннотранс 2016 года в Берлине, где поехали две наших модели, мотор-колесо и охранный комплекс, помните? И тогда еще Ротхук представлял, и Виктор Бабурин представлял нашу технологию именно на этой выставке, помогал, и Кириченко, Киренко. Октябрь, Михаил, октябрь 2016 года, начало установки ферм, дальше, ноябрь 2016 года, первые ходовые испытания, я уже ранее об этом сказал, да, декабрь 2016 года, демонстрируем заместителю-председателя президиума Белоруссии и так далее, март 2017 года, компания приобрела территорию, на которой будут созданы цеха, помните, да, февраль 2017 года, получение новых патентов в рамках, май, то есть поэтапно, поэтапно, май показывали скоростные характеристики на 800-метровый, июль 2017 год, помните, золотую колесницу в Братиславе мы получали, как раз там, в Братиславе, Антон Леонидович, после получения международной вот этой премии «Золотая колесница», диплома, вручали, Антон Леонидович, диплом, у меня есть фотография, где мы потом в кафе очень много и очень долго говорили о том, как будет, что будет происходить, каким этапом будет происходить, и вы знаете, многое изменилось, мы многое пересмотрели в лучшую сторону, многое не просто изменилось, а многое вообще просто произошло не так, потому что, я имею в виду, в лучшую сторону произошло, Были одни наработки, но эти наработки преобразились и пошли в лучшую сторону. Идем дальше. Июль 2017 года. Дальше идет декабрь 2017 года. Дальше декабрь идет 2017 года опять. Представитель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Январь 2018 года. Март 2018 года. Апрель 2018 года. Июнь 2018 года. Новая модель. Помните, я ее называл еще стрекоза такая длинная для начала ходовых испытаний. Новая модель Юникапа трехсекционная. Дальше идет июль 2018 года. 48-местный Юнибус вышел на трассу. Август 2018 года. Август 2018 года. Дальше идет легкая путевая структура. И ноябрь 2018 года. Начало строительства центра Юскай в Шарджи. Арабский Эмират. Анатолий Юницкий. Справа на фоне паспорта объекта. Слева Евгений Кудряшов. И за спиной Анатолий Радача. Супруга Анатолий Радача. Надежда Косарева. Январь 2019 года. Расширяем производство. И дальше январь, и дальше февраль 2019 года. Презентация струнного транспорта. Шейху Мухаммеду Эмиру Дубая. Мухаммед именно. И так далее, и так далее, и так далее. Дубай анонсирует. Здесь можно полностью посмотреть. Смотрите, ноябрь. Август пошел дальше 2020 года. Сентябрь 2020 года. Декабрь 2020 года. Январь 2021. В общем, полностью все года идут. Что мы сделали? Как прекрасный сайт. Я просто поражаюсь этому сайту. Ребят, погуляйте, походите, посмотрите. На многие вопросы здесь найдем ответы. Я сам сделал такие ремарочки на некоторые вещи, потому что там есть именно те позиции, которые мне очень пригодятся во время разговора с высокопоставленными лицами, во время разговора с партнерами, во время разговора с людьми, которые обращаются. Обращаются к нам очень много. Завтра у нас разговор 7 вечера через возможности интернета. Вот первый разговор будет еще с этим человеком завтра. Ну, неважно. Идут постоянные-постоянные разговоры, поездки и так далее. Команда. Вот. Вот этот момент вообще великолепен. То есть не упущена команда. Почему? Потому что за каждой деятельностью, кто бы куда бы ни пошел, в футболе, в баскетболе, я не знаю, в предприятии, в каком-нибудь, я не знаю, в другом месте, везде спрашивают и говорят, какая у вас команда. А есть ли команда разработчиков, которые это делают? А что у вас стоит за спиной? Так вот, друзья, здесь великолепно прописано про команду. Великолепно полностью описано все, что происходит. То есть 50 конструкторских бюро, сколько инженеров, какие инженеры, за какое подразделение отмечают, что происходит именно в команде, какие совещания, какое управление, кто управляет. Управляет генеральный конструктор Юницкий и Стринг Технологич Анатолий Юницкий. Анатолий Юницкий является основателем и, я бы так сказал, папой именно этой технологии. Здесь новые цитаты. Генеральный директор Надежда Косарева, она же супруга Анатолий Юницкий, и пошли руководители ключевых подразделений. Друзья, вот для меня это прям вот показатель, когда компания открыла свое лицо, пространству. То есть мы полностью открыты, мы показываем ключевых, ключевые подразделения. Не так просто, что у нас есть там определенные, вот как здесь, допустим, написали на каком-то сайте, что есть, вот стоит 50 конструкторских бюро. Нет, полностью показаны фотографии, как мы работаем, где мы работаем, как мы совещаемся. На данной фотографии показано как раз совещание, когда Анатолий Юадыч находится в Арабских Эмиратах. И из Арабских Эмиратов он имеет посредством сегодняшней связи, посредством сегодняшних возможностей не прилетать в Минск, а именно те ключевые вопросы, необходимые вопросы, которые нужно решить, он решает посредством технической связи на сегодняшний день. И это очень важно, друзья. И стоит полностью управленческий состав, и стоят руководители ключевых подразделений, о которых мы раньше не слышали, не знали, есть они, нет. Вот, пожалуйста, вам полностью все лица в хороших фотографиях. Сергей Горох, заместитель генерального конструктора по транспортным комплексам. Сергей Артишевский, конструктор по науке, да. Юрий Кощук, транспортная эстакада. И дальше пошли все молодые, здесь, кстати, некоторых людей, я даже не знаю, новые. Вот, например, Алексей Водопётов, если я неправильно, может быть, извиняюсь, Алексей. Начальник управления подвижного состава Максим Кубышкин, Алексей Исаевна, я знаю, заместителя генерального директора по производству, да. Вот Михаил Ходоркевич, я тоже с ним знаком. Елена Потапенко, управление по персоналу. Михаил Ходоркевич, зам генерального директора по испытаниям. Евгений Петров, мы с ним очень хорошо знакомы. Евгений Петров, зам генерального директора по маркетингу, он же занимается именно сегодня, возглавляет отдел по адресным проектам. Далее, смотрите, вот все наши полностью ребята, которые в управленческом составе, давно с нами уже, ну, кто-то из них там новые. Андрей Цверко, начальник управления информационных технологий. Максим Гусев, да, начальник управления отдела управления проектами. Дмитрий Тихонов, грузовые транспортные комплексы. Вот, пожалуйста, далее Виталий Лобковский мы узнаем по прекрасным видео. Помните, несколько видео было? Первый отдел, второй, шестой, по-моему, шесть или семь видео о наших путевых структурах, а как и они именно в экотехнопарке в Марьиной Горке освещали, рассказывали именно технические моменты по нашему виду транспорта. Виталий, начальник конструкторского бюро скоростной транспортный комплекс. Алексей Александр Кривицкий, да, начальник скоростной транспортный комплекс. Роман Шаршов, да, бюро расчеты строительных конструкций. То есть, вот они, все наши инженеры и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, все ведущие инженеры, пожалуйста, в лицо. То есть, вот они, вот они, ребята, которые, то есть, мы открыты для пространства. Пожалуйста, вот весь наш инженерный состав. И не только. Вот, пожалуйста, Иван Федченко, это заместитель генерального директора по административно-хозяйственному обеспечению. То есть, даже административно-хозяйственное обеспечение мы не скрываем, а пока... То есть, потрясающий сайт. Друзья, походите, полистайте, почитайте, поизучайте полностью. Ну, я считаю, что это очень хороший сайт, сделанный, ну, настолько полностью, вот, о конструкторском бюро. Я тоже поражен был, когда о конструкторском бюро. Здесь полностью работу конструкторского бюро описали, прописали все моменты, ключевые и не ключевые. Чем занимаются, какие конструкторские бюро у нас есть, какие направления, в каких направлениях именно мы работаем. Почему? Потому что очень много вопросов задается. Ну, что конструкторское бюро с такими подразделами? Так вот, они все подразделы. Посмотрите, испытание оборудования, скоростной транспорт, грузовой транспорт, компоновка, кузов, шасси, оснастка, система управления оснастки, транспортная и так далее, привод, электропривод, расчеты строительной конструкции. И, ну, в общем, полностью все наши конструкторские бюро, подразделы расписаны по шагам. То есть, хорошие вещи. Ну, и, конечно же, в подразделе компания есть такой раздел карьера. Прям буквально вчера или позавчера мне попалась в записной книжке, не вычеркнутая на той странице, которая уже была перелистнутая с делами, не вычеркнутый момент из отката Якобс от нашего менеджера, менеджера по коммуникации, была просьба, человек с Европы, он, значит, инженер с высшим образованием и еще с образованием высшим, другим техническим, и еще, то есть, три практически высших образования именно в строительной части. Он желал присоединиться к нашей команде для того, чтобы работать именно в направлении развития и в направлении старта в Европе нашей компании. Вот, пожалуйста, на сегодняшний день появилось окно, где можно, значит, зайти и посмотреть корпоративную жизнь и все, что происходит внутри команды, как она работает, с кем она, вот, ТРИЗ, вы видите, прекрасное обучение по ТРИЗу происходит. И хотите, если хотите в конце, хотите стать частью нашей команды, хочу в команду, нажимаете кнопочку, хочу в команду, и вы пишете там, я такой-то, такой-то, хочу инженер там с высшим образованием, не знаю, там, хочу в вашу команду, и хочу развивать, и хочу приносить благо этой планете, и хочу посредством этого вида транспорта изменить все, что происходит на планете. Ну, просто великолепно. И, конечно же, последний подраздел, он просто меня, ну, еще такой добавленный подраздел новости, да, где они еще добавили все те новости, которые происходят у нас на сегодняшний день. То есть, ну, настолько сжатый и настолько полный получился сайт, друзья, вот я прям, вот, знаете, я вот его ходил по нему, смотрел и понимал, что это прям интернетовский буклет или интернетовская такая возможность, когда ты приходишь на встречу с человеком, или ты приходишь на, не знаю, там, встречу с, ну, пускай, с бизнесменом, с высокопоставленным лицом, и тебе не нужно брать с собой кучу буклетов, как я всегда иду, у меня там три, два, три буклета, флешка с записанными там видео, еще что-то и так далее, вот раскладываю все это, значит, на столе, пока это раскладывается, мы беседуем, ничего не надо раскладывать, имеешь только интернет, включился и начинаешь ходить и показывать реальные фотографии, реальное видео и полностью все вживую. Это получается, знаете, воздействие сразу тремя органами, то есть, он человек видит, человек слышит и человек ощущает, то есть, он полностью пропитывается вот этой информационной составляющей реальной. Ну, я просто поражен, конечно, если кто-то не обратил внимания и еще не побывал на этом сайте, я просто, ну, рекомендую зайти, и вот, естественно, последняя крайняя информация, Международный Арктический Саммит, UST, предстояло решение по освоению территории Крайнего Севера. Если вы кликните именно на эту ссылочку, то будет полностью описание именно этого направления по освоению Крайнего Севера. Я хочу вам сказать, что настолько была заинтересованность и потрясающе были, я так сказал, шокированы были люди по представлению именно, вот, если посмотрите вот это видео, которое сейчас на экране, оно в свободном доступе в интернете, и я скинул ссылочку, ссылочку скинул на то, чтобы посмотреть это видео. Вот там полностью прописано и, значит, вернее, проговаривает Анатолий Градыч, как это все происходит и, значит, будет происходить, и как предлагает UST именно осваивать северные пути. Вот вы видите сейчас на экране, Евгений Петров, он как раз вещал, именно представлял компанию, и очень красиво, то есть прекраснейший сайт. Да, вот в интернете вижу вопрос, здесь Петр Исаков пишет, 4 года от запроса до реализации. Нет, Петр, вы не правы, не 4 года, там есть разные моменты, и в зависимости от, я же уже проговорил, в зависимости от заказа, потому что, ну вот я честно вам сейчас скажу, что есть определенные, сейчас есть определенные, ну ладно, скажу уже, есть определенные трассы, которые вот, допустим, 700 метровые, да, 700 метров трассы, на нее намного меньше уходит времени, на нее намного меньше всего нужно, и, то есть, здесь, конечно, временные позиции будут сдвинуты. И сейчас рассматривается момент по, именно, вот в приоритете такие небольшие трассы, 75 километров дороги, вот пишу, смотрю, Петр пишет дальше, Индии 75 километров дороги построили, мировой рекорд. Очень хорошо, 75 километров дороги построили, молодцы, я очень рад. И Петр дальше пишет, что инвестору, ему главное, когда получу прибыль, после того, как отдам свои деньги. Естественно, Петр, это первое, когда человек приходит, когда инвестор приходит, ему очень важно, когда получат деньги от своих вложенных, поэтому для меня это тоже важно, потому что я тоже инвестор и тоже очень радею этим проектом, и я этим проектом не просто радею, я 24 часа в сутки, не говорю 24 на 7, потому что раньше было 24 на 7, но на сегодняшний день я все-таки делаю два дня перерыв, потому что, ну, семье и своему здоровью надо уделять внимание. Это четко сказал в крайнем тоже встрече в Дубае, он сказал, что здоровье – это очень важно, и этому надо уделять внимание, потому что наша технология, если в нее углубиться с головой, она забирает здоровье, потому что очень много, очень много энергии тратится на то, чтобы сделать первые шаги, а они такие у нас на сегодняшний день не разбросанные, а уверенные. Если раньше мы очень много тратили энергии на встречи, на всевозможные, там, не знаю, запросы какие-то, кто-то где-то как-то, но на сегодняшний день все запросы и все встречи, они для того, чтобы не потратить пустое время, они изначально проверяются, то есть проверяются на предмет реальности той стороны, которая делает запрос или которая назначает встречу, потому что очень много, очень много, я знаю по себе, человек, просто названные генералы, названные генералы, которые по тем или иным причинам желают получить или информацию, или по каким-то моментам просто присоединиться или приклеиться там кому-то, то есть очень много таких, я бы сказал, нечестных, ну, не совсем открытых, вот так я бы сказал, люди нечестные, а не совсем открытых, поэтому в том пространстве, в котором мы сейчас с вами находимся, оно, те, кто следит за этим, оно перестраивается и переструктурируется, и те изменения, которые происходят на планете, а мы, если кто следит и знает, о чем я говорю, то есть такие, эти изменения связаны только с тем, что выходит на поверхность и остается в жизни и в плаву только то, что с открытым сердцем, с чистыми намерениями и для, как это, когда, знаете, когда говорят, жить по золотому правилу, вот поэтому на сегодняшний день, почему вот, если посмотреть, вот если зайти здесь у нас в компанию, в компанию, да, и в историю, посмотреть по истории, почему компания, даже если в те времена, когда, ну, просто были очень плохие такие времена для других, для еще и происходили катаклизмы, у нас всевозможные моменты были, но все равно я смотрю по пути, да, путь UST, то есть компания идет уверенно и очень хорошо, реально решает свои вопросы, и на сегодняшний день то, что заявил Анатолий Эдуардович в новогоднем своем обращении, это уже, ну, я думаю, что не просто заявленное, а реальность, которую мы в ближайшее время увидим, и даже больше, там, новости, они будут открываться, и открываются, да, не, и сейчас уже открываются, эти новости, те, кто видит и понимает, о чем речь идет, и даже о структурализации в компании, о, посмотрите, подготовке, вот даже тот сайт, который сейчас сделан, он говорит о многом, почему? Потому что, вот, я вам пример приведу, буквально прям недавно был запрос от компании, компания такая-то, такая, и так далее, скинули свои реквизиты там, и скинули свои данные, но по этим данным прошлись, просмотрели, в общем, кто умеет искать, это нетрудно для того, просмотрели, в принципе, у компании это ничего и нет, и ничего не делает, и, в принципе, заслуг-то никаких нет, а на самом деле заявлено было очень многое, больше, чем нужно, поэтому вот на этом сайте, я думаю, что для того человека, который пожелает ознакомиться, ну, ему достаточно будет этого сайта просмотреть, и он будет все понимание, понятие иметь полностью о нашем виде транспорта, о нашей компании, и нужно ли с ней сотрудничать дальше, идти дальше, нужно ли или нет, здесь все понятно сразу, это очень важно тоже, кстати, ребят, очень важно, поэтому вот рекомендую этот сайт, рекомендую его взять для тех, кто еще встречается, и для тех, кто входит, входит на встречи, и тех, кто, почему я говорю еще, потому что некоторые ходят на встречи, а некоторые не ходят на встречи, а все делают через интернет, поэтому и тем, и тем, кто ходит, и кто делает через интернет, вот, пожалуйста, как очень наш, можно использовать именно именно этот этот ресурс этот ресурс очень важен и он очень знаменит такой мощный прям я вот если честно я на него обратил внимание и пролистал первые там некоторые первые дни пролистал этот сайт а вот буквально сегодня весь день и вчера вечером я уже так внимательно обратил внимание на все страницы внимательно обратил внимание на всю информацию которая там лежит и я понял что даже некоторые вещи я возьму себе вот на вооружение потому что они там реально описаны очень хорошо и просто вот так я скажу доступные просто вот вот так поэтому вот как то так друзья это очень важно и вот я вот сегодня именно это хотел донести некоторые моменты такие основные вот в интернете вижу вопросов нет больше до таких основных но в основном на вопрос отвечает владимир маркович маслов он их аккумулирует как-то там выбирает отвечает вот на вопросы такие самые 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 рьяные а все новости мы в яду я не просто знаю я уже точно точно знаю что все новости у нас вот немного немного и будут очень хорошие новости и они будут приходить открываться всевозможные ну так как это как порешает основатель решит основатель не порешает а порешает это подруг другой жаргон решит основатель технологии и я уверен в антон ладычи потому что я вижу в его действиях и от в этой прагматичности и дальновидности вот все шаги которые мы делали или всевозможные порывки знаете когда молодые люди говорят антон ладыч ну что ж мы не не делаем вот здесь давайте вот здесь вот будем выходить на рынок мы выходим на ipo мы здесь вот делаем криптовалюта сюда мы вот это здесь а он так раз по столу кулаком не время потому что вот это вот это и вот это если мы так сделаем мы вот здесь вот опозоримся и вот здесь мы не не доработаем а если вдруг нечаянно не доработаем то вот это не получат наши инвесторы и мы перед инвесторами будем в ответе а перед инвесторами нам облажаться нельзя потому что у нас только один шанс и понимаете вот все все происходит точно потому что посмотрите что происходит сейчас с рынком именно крипто из всевозможными моментами то есть мы немножко притормозились по каким-то причинам где-то что-то дорабатывали потом перерабатывали вдруг доработали и в момент когда ну в общем все делается знать технологию я точно потому что технология сама в принципе настроена на благое а технология настроена на для того на на для людей то есть для блага на изменение в лучшую сторону не на на то чтобы забрать у людей и больше не отдавать как как допустим ну не буду приводить примеры для того чтобы но не не как это неплохо говорить о других компаниях есть компании которые что-то производят и получает от этого для себя выгоду а здесь компания наоборот отдает делает для развития то есть развивает инфраструктуру переворачивает с ног на голову понимание жизни человека то есть человек не ютится в этих многоэтажках и всевозможных домах строятся линейные города каждому дается новый свой дом со своим со своим садом со своими возможностями и со своими как вы знаете как получилось в этот пандемийный период когда вот я знаю новые район микрорайоны в санкт-петербурге застроены двадцати двухэтажной высотой и там 18 там 32 подъездные я их всегда называют титаниками не в не в плохом смысле просто вот такая громадина стоит и я когда подхожу к этому все время дому и открывают это вай-фай у меня там и понеслась там тысячу там с лишним этих вай-фаев всевозможных я смотрю на этот дом титаник игры господи вот ребята летят но в общем вот эти вот всевозможные колоссальные выжимки я бы так сказал девелоперов которые стараются выжить как можно больше из земли неважно там не обращает внимание на людей которые пьютятся в этих колот летушечках которые там не обращаются им лишь бы выжить из этой земли потому что вот они в эту землю когда-то вложились и им нужно вот эти вот высотки и 33 подъездные дома построить для того что там как будет с парковками как будет кто будет парковаться или нет парковок это уже не не волнует и это конечно очень очень плохо я вот так скажу плохо потому что застройщики конечно должны думать о том чтобы как правило вот как у людей в семье один как минимум один автомобиль должен быть а с нашим видом транспорта совершенно другая меняется логика логика меняется и я вам честно скажу что люди с которыми говорю я и которым рассказываю они сразу моментально ловит и сразу моментально понимает о чем речь идет сразу моментально моментально понимает о чем речь идет особенно о не только технологии городской не только грузовой а грузовой я вообще не хочу сказать отдельно что она вообще как как зайти как пятерочка то в дневнике вот и еще бы как 6 как шестерочка еще дальше идет конечно линиями города совершенно другое понимание и если вы если кто-то имеет из вас логическое мышление кто может смотреть между пальцы читать между пальцами и все что происходит даже с тем посетителем которые до руководитель шарджи наоми он не просто так приходил и кто-то понимает о чем речь идет то уже можно сделать логический вывод что работа ведется и очень серьезно и даже не просто работа вот я в этом плане друзья поэтому вот ну как то так вот сегодня мне прям захотелось найти осветить вот этот вот момент потому что он очень важный и очень такой но значимый я вот так сказал вот поставлю видео посмотрим видео трехминутное и на сегодня будем заканчивать следующие у нас встреча 28 28 числа вот здесь интересно заходи кто-то пишет там если есть вопрос вот в интернете да кто там пишет в ютюбе можете написать вопросы я вот будем прям буквально на один на два вопроса по своей возможности отвечу а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он четко дал понимание инвесторам, вот прям полностью разложил, как дорожную карту, знаете, сделал. Именно прям разложил, когда, если при таких обстоятельствах произойдет вот это, при таких обстоятельствах произойдет вот это. И он четко называл дату ближайшую, поэтому вам нужно просто набраться храбрости, времени и посмотреть все масло. Он там четко все разложил. Для тех, кто как бы желает об этом узнать. Андрей из России. Привет, Россия. Как рассчитываются дивиденды будут? 20% от прибыли издалительной 400? Нет, неправильно вы, Андрей, считаете. Потому, значит, смотрите, нужно, я, наверное, Владимира Марковича попрошу еще раз вот этот вопрос осветить коротко на своем из ближайших вебинаров, для того, чтобы, вот, Андрей, вам было понятно, и другим, может быть, тоже для того, чтобы было понимание вообще. Или еще раз возобновить в памяти, потому что я понимаю так, что Владимир Маркович неоднократно уже об этом говорил. Я сейчас, ну, не буду за эфирное время. Петр Синичкин с обращением. Благодарю Владиславу. Да, не знаю, с обращением или как, Антон Градыч сам примет решение. Ну, и вообще примет решение. Знаете, я полностью поддерживаю сейчас Антон Градыч, его решение, любое его решение, и вообще практически нельзя критиковать. Но не высказываем свое мнение, потому что оно правильное. Оно правильное, и я вам честно скажу, что Антон Градыч очень хорошо владеет ситуацией сегодняшней в мире. Для тех, кто для понимания не просто ситуации, а вообще эзотерической и не только этой, но и не только политической, но и экономической ситуации. Он очень хорошо владеет. Я правду вам говорю, я думаю, что он не только штудирует эти все вещи, но он еще просто интуитивно или как-то подсознательно, вот как по технологии, как по шагам именно этой технологии, вот он понимает, что вот так будет правильно. И он говорит, нет, вот я чувствую. Знаете, когда кто-то говорит, я знаю, и прикладывает руку к сердцу, а кто-то к голове. Поэтому Антон Градыч всегда прикладывает руку к сердцу. И говорит, я знаю и здесь, и здесь. И это правильно. И я вот сколько раз уже убедился, что в принципе все его вот такие вот наставления и все его понимание, как это должно быть и как нужно делать, оно правильно. Даже если кто-то обращает внимание, еще раз я повторюсь, кто логику включит, логическое мышление с ребрендингом, даже с сайтом, даже с теми встречами и с тем, что в информационном поле стало меньше информации. И я вам хочу сказать, что стало меньше информации и очень позитивно продвигаются проекты. Как ни странно, как ни странно, почему-то позитивно все стало происходить. И я вам честно скажу, что это тоже оказалось правильно, потому что у нас есть опыт, как не нужно делать. Помните, вспомните первые наши «Инотранс» 2016 года, когда у нас ехали три грузовых машины, одна из них, которая была заявленная, а две нет. Я Анатолий Иванович сказал, две машины, не заявляем, куда идет, зачем и так далее. И как вы думаете, две машины дошли, а одна почему-то попала в аварию. Делайте выводы, друзья. История еще расскажет много-много всевозможных моментов. Все, пока все. Друзья, до 28 числа. Надеюсь, что еще тогда всякое. Петр Синичкин, это я в общем взял эзотерическом, спрашивает Петр Синичкин, какой эзотерической это новость и неожиданность. Значит, это много объясняет. Он очень хорошо понимает, что происходит в мире. Я к этому. Если кто следит за тем, что происходит в мире, и почему это происходит, и с чем это связано, и какая идет борьба. Вот. Все, друзья. Всех нам благ. И до следующего раза. До 28 числа. И вот видите, сегодня я все-таки в Мирополисе. И он сегодня у нас не сбивается. Ну, значит, энергии выровнялись. Все, друзья. Пока. И до следующего раза. Включу видео еще для просмотра вам. И на сегодня все. Пока-пока. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...